Правда говорить легко и приятно. Я сегодня не буду говорить об отсутствии каких-либо оснований моего отзыва. Я сегодня буду говорить о политической свободе. Сегодняшнее ваше решение, за которое я не сомневаюсь проголосует большинство законодательного собрания, войдет в историю российского парламентаризма. У меня нет иллюзий по поводу роли моей скромной персоны в истории российского парламентаризма. Но сегодня здесь, в когда-то самом демократичном городе России, Санкт-Петербурге, сегодня здесь, когда-то в самом демократичном законодательном собрании России, вы начинаете охоту на ведьм, печально известную охоту на ведьм. Жаль, что в городе, который поистину выстрадал свободу, который впервые стал на защиту достоинства человека из-за демократических преобразований в стране, вновь поднимает голову агрессивно послушное большинство. Вы сегодня будете голосовать, по сути, за запрет на профессию. Вы сегодня будете голосовать за преследование, за политические убеждения. Вы сегодня будете голосовать за преследование, за инакомыслие. Сегодня, подчиняясь решению руководства ЕР, Единой России, этого профсоюза бюрократов, вы запретите мне быть членом Совета Федерации. Завтра, выйдя на Россию, запретите учителям без партийного билета ЕР учить наших детей. А послезавтра нельзя будет работать, например, водителем маршрутки или лечить людей врачом, если не иметь в кармане билета партийного, так называемой партии власти. Конечно, всякие исторические параллели условны, но у меня есть полное ощущение, если вам, господа единороссы, сегодня дать волю, вы обязательно восстановите печально известную шестую статью Конституции СССР, а так называемой руководящей и направляющей. Похоже, вы подзабыли, чем в 1991 году окончилась монополия одной партии. Плохо помните историю, господа. Так сколько же можно жить по принципу? Если понадобится ваше мнение, мы вам его сообщим. Не настала ли пора, и, может быть, сегодня как раз прислушаться голосу совести, голосу большинства граждан нашего прекрасного города, и все-таки в конце концов вспомнить слова Александра Солженицына и начать, наконец, жить не по лжи. Больно видеть, во что превратилось наше законодательное собрание. Ведь сегодня это, по сути, всего лишь не главное подразделение Смольного, которым управляет губернатор, деятельность которого не приемлет большая и лучшая часть петербуржцев. А председатель законодательного собрания лжет с этой трибуны. Публично, в глаза всем лжет. Под телекамеры, которые смотрят, трансляцию смотрят миллионы людей. И он ничто разумнявшится, лжет. И у меня к тому есть доказательства. В свое время я их предоставлю. Вам не нравится, что я говорю о госпоже Матвиенке. Вам не нравится, что я говорю о господине Тюльпанове. Вам не нравится, что я говорю о Единой России. Вы привыкли к продолжительным и громким аплодисментам. А не помните ли вы, как под громкие овации мы потеряли великую страну? И не кажется ли вам, а может быть в страшных снах вам уже снится, что вы идете снова, как дежавю по проторенной дорожке, и снова ведете страну к краху? Ваши вопросы и даже результаты всего лишь голосования меня абсолютно не волнуют. Меня и моих единомышленников, моих настоящих сторонников, а не предателей, волнует судьба нашего города, волнует судьба России. Сколько директоров школ, сколько главврачей, поликлиники, больницы вы из-под палки застаскиваете, загоняете в свою партию, господа динаросы? А с каких бюджетников вы, наоборот, изгоняете за то, что они посмели публично высказать симпатии другим партиям? По всей стране сегодня социальные лифты практически оборваны. Кадровой политике процветает кумовство. Дети высоких чиновников занимаются теплые места. И вы считаете, что так и должно быть. Сегодня вы еще раз доказали, что Единая Россия вместе, к сожалению, с коммунистами и либеральными демократами, к счастью, я знаю, не со всеми из них, ведете Россию к политическому тупику. И сегодня, когда в нашем законодательном собрании эти две фракции, еще раз подчеркну, я знаю, что не все из них, но, к сожалению, и коммунисты, и либеральные демократы находятся у вас на потанцовке, на это больно просто смотреть, когда кто-то с этой трибуны говорит, что якобы они настоящая оппозиция. Но мне сегодня остается надежда. Надежда, что скоро в нашей стране, в нашей современной политической системе обязательно наступят перемены. Потому что страна, люди ждут этих перемен. Люди не хотят жить так, как они живут сегодня. Люди хотят получить простые ответы на очень важные вопросы. В какой стране мы живем? Какую страну мы строим? Что мы передадим нашим детям и нашим внукам? И что нас ожидает всех вместе? Если кто-то думает, утешает себя мыслью, что лимит революции для России закончился в 20 веке, а вдруг это не так? Кто сегодня может дать ответ на этот вопрос? И не явились на сегодняшнее ваше заседание неким катализатором тех процессов, которые пойдут по совершенно никому неизвестному пути? И я сегодня хочу сказать, единственное возможное условие недопущения катастрофы – это уже сегодня реальная политическая конкуренция, реальная многопартийность, защищенная как законом, так и волей власти. Если мы это не сделаем, я опасаюсь, что нас ждут непростые времена. Если этой надежды моей не суждено сбыться, то часы российского охранительного консерватизма быстро свое отобьют, как уже отбили свое часы доморощенного российского либерализма. И что будет тогда – непонятно. Как я уже сказал, теши себя мыслью, что лимит на революции закончен – это, возможно, питать большие иллюзии. Отношение к оппозиции является важнейшим показателем цивилизованности и политической культуры правящего класса. Господин Грызлов в Волгограде заявил, что член Совета Федерации не является народным избранником, он – представитель власти. Вот так. Это мы хорошо помним. Дума – не место для дискуссий, а член Совета Федерации – не народный избранник. На всякий случай напомню третью статью Конституции Российской Федерации. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Именно поэтому член Совета Федерации по определению и по Конституции, конечно же, народный избранник. И, являясь таковым, должен нести всю ответственность и соответственно конституционные обязанности перед всем народом, которым представляет, в моем случае, это перед петербуржцами, а не перед какой-либо партией. Вы знаете, что я неоднократно предлагал перейти к выборности членов Совета Федерации. И должен сказать, что в этом не было никакого моего личного интереса. Потому что Россия – это прежде всего регионы. Это не партия. И поэтому Палата партий по определению у нас Государственная Дума. А Палата регионов – это Совет Федерации. Все 9 лет, которые я находился на посту председателя Совета Федерации, я не допускал партизации Совета Федерации. И я делал все, что мог, чтобы не допустить партийную конкуренцию в эту Палату. Потому что она должна представлять интересы всех граждан России, вне зависимости от наличия того или иного партийного билета. Надеюсь, кстати, что уже в ближайшем будущем вновь Государственную Думу возглавит политик одной партии, а Совет Федерации возглавит политик другой партии. И это пойдет только на пользу всему законотворческому процессу и подлинной демократии в нашей стране. Голосуя сегодня за мой отзыв, вы, по сути, признаете, что критика нашей партии «Справедливая Россия» в вас, господа Неросы, была справедливой, и она достигла цели. И мы теперь еще более уверенно будем идти именно таким путем. Так и будем продолжать. Если вы полагаете, что сегодняшнее голосование поставит точку на политическом будущем в «Справедливой России», то вы глубоко заблуждаетесь. Борьба только начинается, и я вас уверяю, она будет в не вашу пользу. И наша партия в этой борьбе будет отстаивать не какие-то посты, а будет отстаивать интересы подавляющего большинства россиян. Стране нужны сегодня люди, которые не боятся говорить правду. И люди, которые не боятся бороться за справедливость. Только с такими людьми Россия имеет будущее. Я не говорю прощай стенам этого зала, которые за 17 лет по-настоящему стали для меня родными. Я говорю всего лишь навсего до свидания. Потому что в декабре этого года, стоя на этой трибуне, я буду поздравлять с избранием председателя законодательного собрания Станкт-Петербурга, представителя нашей партии «Справедливая Россия». Так будет! До встречи в декабре! Субтитры создавал DimaTorzok